Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Мы хотим представить вам работу по теме «Сложности диагностики диаптической полинейропатии у детей. Будет представлен клинический случай». Диабетическая полинейропатия – это заболевание, которое определяется наличием симптомов и признаков нарушения функций периферических нервов у больных, которые страдают сахарным диабетом. Диабетическая полинейропатия имеет стадийное течение, поэтому классифицируется по степени тяжести в зависимости от стадии. Выделяет бессимптомную стадию или доклиническую, симптоматическую стадию или клиническую и стадию осложнений. У детей, как правило, преобладает доклиническая и клиническая стадии, что приводит к позднему установлению диагноза, несвоевременному проведению терапевтических мероприятий. Решение этих проблем представляет, несомненно, научный и практический интерес. Типы нарушения чувствительности. Чаще всего развивается дистальное полинейропатия, которое характеризуется симметричностью поражения, типа чулок или перчаток, снижением или выпадением чувствительности. Развивается он на фоне хронической гликемии у детей с сахарным диабетом первого типа в течение 4-5 лет заболевания. Клинический случай. Пациент, 17 лет, в 2022 году планово обратился за помощью медицинского отчуждения для обследования и коррекции лечения с диагнозом сахарный диабет первого типа и предъявлял жалобы на неустойчивые показатели гликозы в крови, нерегулярные головные боли на фоне сахаров и школьных занятий, нерегулярные боли в стопах. Со слов матери было выявлено, что впервые диагноз был выставлен пациенту в июле 2013 года. Эти симптомы стали беспокоить ребенка периодически в течение нескольких месяцев. Боли в ногах возникали в основном в ночное время суток или после физической нагрузки, но имели нерегулярный характер. Объективно, общее состояние больного средней тяжести. Развитие соответствует возрастной норме. Отмечается полиуренигой нерегулярного характера. При неврологическом осмотре было выявлено снижение чувствительности по типу чулок, болевой синдром в стопах, снижение мышечного тонуса в дистальных отделах нижних конечек. На основании лабораторных инструментальных методов исследования был поставлен диагноз сахарный диабет первого типа, целевой гликированный гемоглобин меньше 7%, диабетическая полинеэропатия конечностей. Гипотеза возникновения диабетической полинеэропатии. Мы выделили несколько теорий. Метаблическая сосудистая теория. И вегетативная дисфункция пубертатного периода с гипертензивными реакциями напряжения. Первое, что мы рассмотрим, это метаболическая сосудистая теория. Они говорят нам о том, что данное осложнение возникло вследствие хронической гипергликемии. Как следствие абсолютного дефицита инсулина, инициируют активацию высокоэнергозатратного сорбитолового пути, обмена глюкозы у детей и подростков, больных с сахарным диабетом первого типа. Конечные продукты обмена глюкозы по сорбитоловому пути, фруктоза и сорбитол, плохо пенетрируют через клеточную мембрану и накапливаются в лемоцитах периферических нервов, приводя к внутриклеточной гиперосмолярности, эндоневральному отеку, набуханию миелина, нарушению контактных соединений аксонов и дегенерации нервного волокна. Избыточное накопление сорбитола приводит к источению содержания в эндотериальных клетках на ДФ, являющимся облигатным кофактором эндотериальной НО-синтаза, что в итоге приводит к снижению уровня оксида азота. Параллельно с этим, под влиянием гипергликемии повышается уровень диациуглицерола, который в свою очередь активирует образование в эндотериальных клетках протеин киназу С, что приводит к развитию оксистительного стресса. Нарушение экспрессии эндотериальной синтаза оксида азота способствует увеличению выработки сосудосуживающего фактора эндотелина-1 и сосудистого эндотериального фактора роста. Гиперпродукция VEGF, выявленная в сыворотке крови обследовательных пациентов, вызывает пролиферацию и миграцию эндотериальных клеток сосудов, усиливает сосудистую проинциямость и коллагеназную активность, что способствует развитию диабетической полинеэропатии. На данном слайде мы видим изменение тканей от здоровой ткани к диабетическим нарушениям или диабетической стопе. Здесь мы можем сравнить здоровые нервные сосуды и нервные сосуды при полинеэропатии. При полинеэропатии мы видим повреждение немиеленизированных нервных волокон, закупорка собственных артерий нерва и повреждение миеленизированных нервных волокон. Диагностика. На данном слайде мы видим анализ данного ребенка. Можем наблюдать нерегулярные сахара от гипогликемии до гипергликемии, а также электронейромиографию верх-нижних конечностей, на которой выявили признаки нейропатии, оксанопатии, нервус перронеус профундус, текстер и от синстер. Лечение. Юноша наблюдается у эндокринолога по месту жительства, регулярно получая стационарное лечение, и лечение проводится инсунинотерапией. На данном слайде показаны два препарата, которые являются основным препаратом в лечении данного больного. Заключение. В заключении все-таки хотелось бы подчеркнуть то, что механизм возникновения диабетической полинеиропатии у детей еще не до конца изучен. У ребенка выявляется клиническая стадия. Полинеиропатия имеет нерегулярный характер. Для решения проблемы ранней диагностики и предупреждения возникновения данного осложнения необходимо определить основные направления детской эндокринологии. К ним можно отнести изучение факторов, способствующих возникновению полинеиропатии, исследование критериев диагностики и прогноза течения осложнения, а также разработка оптимальных патогенетических методов лечения. При этом дети с сахарным диабетом первого типа должны быть под наблюдением у эндокринолога по месту жительства, проходить стационарное лечение, вести дневники с показателями глюкозы, соблюдать диету и назначение врача. Спасибо за внимание.